Учиться за границей потому, что это престижно. Еще десяток лет назад среди молодежи существовал такой стереотип. Сегодня и Беларусь стала для многих студентов за границей. Их привлекает высокое качество образования наших вузов. А потому из года в год они стремятся в Синеокую. Брест не исключение. Порядка 200 представителей из 20 стран сегодня получают образование в Брестском государственном техническом университете. Чем заинтересовал их этот вуз и как в дальнейшем они воспользуются дипломом, ответы у каждого свои. В 4 года я узнал по регламе, что есть связь между Египтом и Беларусь. Можно почитать судовый диплом, поехать в Египт и работать. Это будет международный диплом. Зато я приехал и начал учиться. Я уже третий курс строительного факультета. Университет хороший, даже преподаватель, отношения между студентами все нормально. И город Брест тоже маленький такой, небольшой. Там спокойно можно жить. Хороший. Я в Беларуси нахожусь 3 года. Прибыл в 2022 году, в октябре. Я нашел этот университет в интернете, по рейтингу. На первом месте был университет Минска, а на втором Брестский технический, в городе Бресте. Я подумал, что это довольно спокойный город. Здесь довольно высокий уровень образования. И мне нравится общежитие. Ты в целом жить здесь. Тут очень комфортно и безопасно для таких студентов, как я. Беларусь является гостеприимной, мультинациональной страной. А потому неудивительно, что здесь студенты и представители различных национальностей чувствуют себя комфортно. Это и другие темы были затронуты на встрече представителей миграционной службы с иностранными студентами Брестского государственного технического университета, которое проходило в форме круглого стола. Например, один из вопросов, который первым был озвучен, организация учебной и внеучебной деятельности, а также адаптации иностранных граждан. Есть определенные преференции, связанные с особой индивидуализацией процесса обучения иностранных граждан. Начиная от момента прибытия в страну, приема в аэропорту, мы в большинстве случаев предоставляем свой транспорт, доставка в университет, размещение в комфортных номерах в общежитии. Сейчас это у нас второе общежитие после капитального ремонта. Все условия для приготовления пищи. И, собственно говоря, в рамках процесса обучения здесь тоже есть разные подходы. Либо это группы общие с белорусскими гражданами, там, где обучение ведется на русском языке, либо это отдельные группы, там, где обучение ведется на английском языке, где обучаются только иностранные граждане. Обязательно курация. Мы все прекрасно понимаем, что люди приезжают к нам с разных государств. География у нас очень обширна. Более 30 государств обучаются в учебных заведениях иностранных студентов. Соответственно, их около 600 в общей сложности. Понятно, что цифра меняется. Кто-то заканчивает, кто-то на подготовительных отделениях обучается. Соответственно, наша задача не только пресекать, обвинять, в чем-то там карать, но и вместе с тем работать на профилактику. То есть профилактическая работа с аностранными студентами стоит у нас в приоритете. И результатом этой работы является отсутствие, по большому счету, совершения преступлений данной категории иностранцев, а также очень незначительное и минимальное совершение правонарушений. В своем выступлении перед студентами Вадим Ровенский акцентировал внимание на необходимости безусловного соблюдения норм и требований миграционного законодательства Республики Беларусь. Отметил важность своевременного оформления выездных виз или продления временного проживания иностранных граждан на территории нашей страны. Также напомнил, что студенты, приехавшие учиться в Беларусь, имеют право работать при определенных условиях. Хорошая успеваемость в университете и официальное оформление для социальной защищенности – основные моменты, которые нужно соблюдать. Нам нужны новые информации, что надо, что не надо. Именно про закон. Тоже мы не читали закон, когда мы приехали сюда, мы приехали, чтобы учиться. Бывают иногда такие случаи, когда мы не знаем, что делать. Как сегодня, когда он рассказывает про драки и все такое. Мы не думали, что все так. Я думаю, что могу защитить, могу ответить. Он говорил, что нет. Только защита и все. Я иностранный гражданин в городе Бресте. Я не знаком с вашим законом. Поэтому такие мероприятия помогают мне познакомиться с вашими законами и правилами. Что я могу делать, а что нет. Ведь в моей стране все совсем по-другому. И так как я хочу здесь оставаться надолго, мне очень полезно знать, что можно, а что нельзя. Вопрос проживания иностранных граждан также был поднят на встрече. Оказывается, проживать все студенты иностранцы должны только в общежитиях. О съемном жилье речь не идет. А потому проверить, насколько дисциплинированы иностранные студенты Брестского технического университета, наша съемочная группа после круглого стола отправилась вместе с представителем милиции в общежитие номер 2. Одна из студенток строительного факультета, Эрика Монсальве, приехала в Брест из Венесуэлы. Девушка украсила свою комнату в общежитии флагом родной страны, фотографиями близких и сувенирами. Эрика уже оценила преимущества своего жилья, особенно ее радует, что общежитие находится на территории студенческого городка, и не нужно тратить время на дорогу в университет. Это новый общежитие. Всегда чистый, удобный и очень спокойный. Я тоже говорю, что университеты очень интересные, важные. Я думаю, лучшие университеты все в Беларуси. В 2022 году был сделан капитальный ремонт данного общежития. Теперь все студенты отмечают, что сегодня созданы комфортные условия для их проживания. Выпускник университета Бабаджан Бабаев проживал в общежитии номер 2 5 лет, и каких-либо нареканий у него никогда не возникало. Ведь здесь есть все, начиная от комфортной и просторной комнаты, чистых душевых, до хорошей и качественной кухни. Мне нравится общение, уютно. Завидит, общитель тоже хорошо, понимает, все понимает. Хорошо, мне хорошо тут проживать. Ну, как вам сказать, все удобство есть. После капремонта, конечно, удобно жить. Юрий Лемонтович, Анастасия Мелешкевич, Александр Воронин, телекомпания БУК-ТВ.